Хирургическое отделение, детский стационар и родильный дом – это и есть будущий перинатальный центр. Он должен появиться к сентябрю 2015-го и, по словам специалистов, станет настоящим прорывом в Приднестровской медицине. Это будет современнейший хирургический корпус, оснащенный самым современным оборудованием, таким образом, что мы сможем обходиться без помощи Кишинева. Там будут все сложные случаи хирургические, мы сможем решать не только своей республике, но, может быть, даже к нам с Украины, из Молдавии смогут приехать, получить современную помощь. Перинатальный центр – один из объектов, которые будут построены в рамках второго этапа социально-гуманитарной помощи России – Приднестровью. На его реализацию выделен почти один миллиард российских рублей. По линии ОНО – евразийская интеграция. В республике появятся также четыре современных троллейбуса и бетонный завод. Планируется, что первую партию строительного материала он даст уже к маю следующего года. Особенно отрадно хочу отметить, что тесное взаимодействие и сотрудничество с автономной некоммерческой организацией и евразийской интеграцией внесло очень положительный и весомый вклад в реализацию масштабных гуманитарных и социальных проектов Приднестровья. Внесло также большой вклад в развитие социально-экономической сферы нашей республики. Я уверена и полагаю, что дальнейшее наше сотрудничество и взаимодействие будет уже более комплексным и системным. К слову, уже сейчас составляется список объектов третьей очереди, и правительство Приднестровья принимает активное участие в его формировании. Программу формирует само правительство, согласовывает ее с правительством Российской Федерации, а мы просто осуществляем строительство. Мы не формируем программу. Если первые два объекта – перинатальный центр и бетонный завод – появятся в республике в 2015-м, то новые троллейбусы поступят уже в ближайшее время. Ирина Полесико, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский.